Продолжение следует... Артиллерийскими ударами сносились, летая с земли, наши пограничные посты. Опять я знал, что меня спровоцирует на ответное действие. Ответное действие. Здесь горячие головы упрекали меня в том, почему я не начинаю. И вот это я выдержал. Вот тогда был выдуман этот спектакль с Дагестаном. Я сто процентов уверен, что начало вот этой нашествии, или как она называет, агрессии против братского дагестанского народа, об этом знали первый руководитель Дагестана, об этом знал Путин, об этом знал Квашнин, об этом знали Трошевы, Шамановы, Березовские и Волошины. Все о ней знали. А наши герои, завоеватели Дагестана, были определенными пешками в их руках. Вот, пешками. Когда началась война, массирование, применение авиации, я сделал все возможное, чтобы остановить эту войну. Остановить войну. Первое, что я сделал. Ровно три раза я звонил администрации Ельцина. Просил руководителя администрации Волошина, дай мне минут десять поговорить с Ельциной. Я уверен, что Ельцин об этом не знает. Стоит мне встретиться с ним минут тридцать, войны не будет. И три раза мне объясняли, что Ельцин болеет, его нету, он где-то там. Я говорил, не может быть, это была правительственная связь, чтобы не было правительственной связи с президентом такого большого государства. Затем я действительно осудил, сделал заявление после серии террористических актов, осудил терроризм, бандитизм, агрессию в Дагестане и так далее. И предложил российской стороне. Предложил. Давайте. Совместное расследование. Если будут неопровержимые доказательства причастности хоть одного чеченца к этим террористическим актам, я готов представить любого гражданина Чечни на любой независимой судебной процессе. Пожалуйста. Тот же я провел съезд чеченского народа. Резолюция СССР была очень жесткая. Осудить войну, осудить терроризм, осудить бандитизм, объединить усилия по борьбе с преступностью. Все было. Но никому эта резолюция не нужна была. Затем я сделал все возможные, чтобы встретиться с первым руководителем Дагестана, с Магомедовым. Мы договорились с ним встретиться. Я на следующее утро, выезжая на границу Чечни с Дагестаном, подъезжая к блокпосту, установленное время, мне говорят, что там дагестанцы перекрыли дорогу, типа меня не пропустят в сторону Хасавюрта. Я говорю, другие проблемы есть, нету. Тогда я говорю, я подъезжаю к этой толпе, мне хватит 5 минут, я там проеду. Потом они замешкались, говорят, что со стороны Кизио-Юрт Магомедов остановил, такая же толпа его не пропускает. Я посмотрел на это и сказал, это проблемы Магомедов, если он на своей территории не может проехать. Развернулся и уехал. Послал их к черту. Затем я сделал все возможности, чтобы встретиться со всеми руководителями республик, краев Северного Кавказа и предложил, давайте встретимся и подпишем совместное соглашение. Подпишем соглашение о коллективной безопасности. Если, например, в последующие чеченцы там перейдут границу Дагестана или там Осетии, или там ингуши перейдут границу Осетии, значит, все вместе мочим его. Давайте. Нам не дали встретиться. Кто не дал? Путин не дал. Не нужна была эта встреча. Я бы там убедил, что эта война потом вернется к ним, вот как это сейчас можно уже прогнозировать. Прогнозировать. Затем, когда все эти усилия ни к чему не проводило, я обратился к военным этим генералам Казанцевым, Прошкиным, Шамановым, через своего сослуживца, бывшего моего командира полка в Венгрии, генерала Баковикова Владимира Николаевича. Просто так обратился, как бывший офицер в советский армию. Вот. Кинусь с болью. И говорила этим генералам, вот, неужели вам не хватило то, что было в ту войну? Почему вы опять наступаете на те же грабли? Остановитесь. Остановитесь, пока не поздно. Давайте сядем, подумаем. Игорь, пока не поздно. Игорь,